Мир Божий, братья и сестры, брат Владимир, любящий истину. Сегодня поговорим на тему восхищения церкви. Папа Римский сделал заявление. В Католик Ньюс Агенции мы читаем следующую информацию. Папа Римско-католической церкви Франциск призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Он подчеркнул, что геи являются божьими детьми и имеют право на семью. В пользу формализации гей-партнерства Франциск высказался в документальном также фильме «Франческо». Гомосексуалы, они чадо божьи, имеют право на семью, подчеркнул понтифик. «Никого не следует отвергать или презирать за это. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они будут в рамках закона», — добавил Папа Римский. Папа Франциск стал первым главой католической церкви, который поддержал эту идею, отличающуюся от католической церковной доктрины. Ранее Франциск высказался в поддержке однополых союзов, когда был еще архиепископом Буэнос-Айресе на посту главы Рима-католической церкви. Он сделал это в первый раз. Что хочу сказать, что согласно текущей католической доктрине, в 2003 году доктриальный орган Ватикана, Конгрегация Доктрины Веры, заявил, что уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может привести к одобрению гомосексуального поведения или юридическому признанию гомосексуальных союзов. То есть мы видим, что еще в 2003 году на самом высоком уровне Рима-католической церкви считалось, что признание однополых браков не может отвечать к христианской доктрине, к христианскому учению. И вот уже в 2020 году, а некоторые высказания делал еще понтифик еще раньше, эта позиция подвергается изменению на самом высоком уровне, то есть с уст головы Рима-католической церкви. Почему на это нужно обратить внимание, на это заявление? Во-первых, я обращаюсь к всем христианам, хотя, конечно же, в первую очередь к евангельским христианам. Но мы должны вызнать тот факт, что Рима-католическая церковь — это самая большая конфессия среди христиан, а Папа Римский является лидером. И более того, фактически он является официальным лидером всего христианства, потому что есть общие такие, проводились экономические собрания, еще, может, когда-то поговорим на эту тему, где принимали участие лидеры многих христианских церков, даже евангельского направления. Более того, я понимаю, что некоторые христиане, они где-то стоят тоже на таких позициях, может, не конкретно в вопросе однополых браков, а в целом вот такое лояльное отношение к греху. Поэтому мы, христиане, которые ожидаем восхищения церкви, должны тщательно подготовиться и иметь твердую позицию по подобного рода заявлениям. Давайте, скажем так, не в эмоциональной такой форме, а в спокойной форме, тщательно, на основании Слава Божия просмотрим, являются ли детьми Божьими люди, которые действуют, скажем так, в вопросах семьи и стоят на позициях мужеложества и лесбиянства. Мы читаем 1 Иоанна 3, 8, 10. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. «Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нём, и он не может грешить, потому что рождён от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так, «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равна и не любящий брата своего». Далее мы читаем ещё Иоанна 1, 11, 13. «Пришёл к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть мы видим в этих местах в Писании, что дети Божьи — это те люди, которые рождены от Духа, которые поступают по правде Божьей, по правде евангельской. И вот на основании Евангелия рассмотрим, является ли это грехом мужеложества и лесбианства. «Назовяя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногими и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». «Потому предал их Бог постыдным страстям женщины, и их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себя должное возмездие за своё заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Римлянам 1, 22-28. Ещё зачитаем 1 Тимофея 1, 9-10. «Знаешь, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и осквернённых, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению». То есть Слово Божье очень отчётливо говорит, что это грех. «А дети Божьи — это те дети, это те люди, которые живут по истине». Вы понимаете? Вот тонкая такая подмена. «Все люди есть творение Божье, но не все люди есть дети Божьи». Видите? Вот вместо того, чтобы сказать, что вот те люди, которые придерживаются позиций в геи-сообществах, это творение Божье. Понимаете? Вместо этого вот подмена, Слово «подмена» — это дети Божьи. То есть, если творение Божье, ну, делают правильно, неправильно, много есть и, скажем так, людей разных, которые делают беззаконие, даже, скажем так, животные, это всё творение Божье. То есть, это совсем другой статус. Понимаете? Но когда мы говорим, что это дети Божьи, мы как бы их приписываем до христиан. И мы понимаем, что вот такие люди могут быть среди христиан, и их надо принимать. Более того, им надо давать свободу, создавать семьи. Вы знаете, чем это заканчивается очень часто, когда из христианских хороших семей забираются дети, и идут ещё разбирательства. Я знаю, есть случаи. В Соединённых Штатах Америки слышал, что очень хорошая христианская семья, но кто-то там из соседей на них пожаловался, что они наказывали детей. И приехали детей, забрали. И пока они добивались, чтобы детей возвратить назад, уже семья геев их усыновила. Видите? Потому что даже если творят они это беззаконие, то особо, скажем так, трогает их, да? Кто там садит их в тюрьму или ещё как-то. Да, они себе живут. Для чего тогда вам создавать вот эти официальные семьи? Для того, чтобы забирать детей, чтобы они могли усыновить детей. Видите? И что потом, когда вот эти дети в гей-семью попадают, какие дети могут вырасти? На каких позициях они стоят? То есть это, скажем так, люди, которые будут учить их, можно сказать, согрешать и идти в ад фактически. Что это такое? Почему оно касается, я даже назвал восхищение церкви, заявление Папы Римского? Потому что это признаки, братья и сёстры, это признаки уже приближения нашего Господа. Вы смотрите, когда Господь заявил, что во время Его прихода, или время, которое будет указывать на очень близкие сроки Его прихода, это будет время, как во времена Ноя или Лота. Ноя или Лота. Что общего в этих времён? Что общего в поведении людей, которые жили в этих временах? Это разврат, мощнейший разврат. Во времена Ноя ангелы входили в союз с дочерями человеческими, это было мерзостью в глазах Господа. То есть разврат, мощнейший разврат был во времена Ноя. Во времена Лота, вы помните, было на очень, скажем так, таком уровне, на сильном уровне, можно так назвать, вот развито вот тоже вот это мужеложество. То есть, можно сказать, сильный разврат был и во времена Лота, и во времена Ноя. И Господь говорит, что вот эти признаки являются признаками того, что наш Господь уже, скажем так, при дверях, вот-вот восхищение, вот-вот приход нашего Господа, братья и сёстры. Поэтому нам тоже важно понимать вот эту информацию и в плане восхищения церкви, но и в плане того, чтобы мы имели твёрдую позицию. Вы понимаете, что здесь это более широко надо рассматривать. Это не что иное. Рекомендовал бы вам посмотреть проповедь «Гуманизм церкви». Вот это ложные духи, вот этот ложный дух гуманизма, феминизма, вот когда человеческие ценности, человек ставится выше, нежели истина Божья. И я уверен, что многие христиане где-то тоже так понимают. Я говорю, если даже не в вопросе однополых браков, то в других вопросах они тоже так понимают. Главное, мы люди, главное, вера, главное, Бог один. А уже вот эти тонкости евангельские, там, правильно, неправильно, это как бы вторично. Нет, братья и сёстры, это не вторично, потому что Господь говорит, что «Слово моё судит будет вас». Виновен во всём, когда уже мужеложники, лесбиянки не просто где-то таятся, но они уже проводят вот эти марши разные, когда, более того, лидер самой большой христианской конфессии одобряет это всё, более того, он призывает, что надо таким людям давать, он влияет на политиков, что вы должны на юридическом уровне узаконить, дать таким людям создавать, юридически создавать семьи. Это уже признаки конца. И это, конечно же, конечно же, что вы понимали, конечно же, люди, которые стоят на позициях вот этих однополых браков, это люди, которые, конечно же, не являются детьми Божьи. Дети Божьи — это те дети, которые рождены от Духа, живут по Духу, живут по истине, истине Божьей, истине евангельской. Не путать, ещё раз говорю, творение Божье, да, они люди, хотя даже люди, чем они, их отличие от животных, поймите, тоже как бы в пятый день созданы, да, просто люди созданы по образу и подобию Божьему. То, что у людей есть совесть, то, что люди поступают, скажем так, во многом богобоязненно, это отличает их от животных. Это главные отличия. Образ и подобие Божье. Понимаете? Но в любом случае, конечно же, люди, которые придерживаются, которые даже во грехах, да, это творение Божье, это люди, можно так сказать, но уже не в полной мере то, что вложил в них Господь. И, конечно же, это не дети Божьи, это тонкая подмена. Вместо творения Божьей дети Божьи. Понимаете? Да, вы творение Божье, но вы вне церкви, вы не дети Божьи. И мы должны твёрдо стоять на этих позициях. Мы не должны ни в коем образом поддерживать вот эту позицию и даже в общем и на личном уровне иметь твёрдую позицию по этому поводу, потому что вот эта лояльность, это ещё раз говорю, это не что иное, как дух бесовский, это дух гуманизма. Это не дух Божий. Поэтому да благословит вас Господь, будем тверды стоять на этих позициях и даже не поддаваться под влияние таких, скажем так, людей, которые имеют в мире в целом авторитет и делают такие заявления, мы должны твёрдо стоять на евангельских позициях, на позициях нашего Господа Иисуса Христа. Это люди, которые не заботились иметь Бога в разуме. Во многом это повязано, видите, с идолопоклонством, потому что, вы знаете, в языческом мире во многом практиковалось поклонение Астарте. Вот служители, те, которые служили Астарте, женщины во многом это были лесбиянки. В спартанские времена тоже спартанцы считалось даже благородным иметь связь с мужчиной, женщиной как бы это считалось как бы низменно, вы понимаете? Но, конечно же, это осуждалось еще в ветхозаветные времена, более того, за это наказывалось убиением камнями насмерть. Новый завет, конечно, в этом вопросе уже не дают нам права, но исключает таких людей из церкви. Конечно же, это не дети Божьи, поймите. Да, если они раскаются, если они сокрушатся, они могут стать вот этими детьми Божьими. А мы должны, как написано, что выйдите из среды их, не прикасайтесь с нечистными, и я приму вас, и тогда буду вам Богом, а вы будете мне дочерями и сыновьями. Понимаете? То есть, во-первых, когда мы сами так поступаем, мы уже не являемся детьми Божьими, когда мы развратно поступаем. И второе, даже когда мы находимся в этом сообществе, Бог тоже может, мы как бы соучастник этого, может тоже нас призывает, чтобы мы вышли из этих всех союзов. Потому что только когда мы вышли, тогда Бог говорит, вы стали моими детьми, я стал вашим Богом. Поэтому не поддавайтесь. Вот это такая тонкая, вроде такая благородная, такая вот мягкая позиция, что действительно, ну что мы, ну вот люди, так они мыслят. мы считаем, что они неправильно мыслят, но надо их жалеть, и надо к ним, никто не говорит их, как бы, вы понимаете, там, наказывать или ещё что-то в этом роде. Но они не могут быть в составе детей Божьих. И дети Божьи должны с такой, понимаете, относиться к ненавистью, к греху и категорически отвергать всё это. а не наоборот лояльно к этому относиться. Поэтому не поддавайтесь даже таким, скажем так, влиятельным людям, которые в мире имеют достаточно большое влияние. Сейчас даже многие протестантские церкви уже имеют такой тесный союз с Папой Римской и с Римно-католической церковью. Не поддавайтесь под это. Это ещё раз, это признаки конца уже, это признаки того, что очень скоро восхищение церкви. И, конечно же, значит, вы, те, кто будете стоять твёрдо на позициях истины евангельской, написано, кто возлюбит истину, он поднимется. Поэтому твёрдо стойте на евангельских позициях. Да благословит вас Господь. Аминь. присоединяйте истинья. Продолжение следует...